Вы когда-нибудь задумались о том, насколько деньги странные? Мелкие кусочки металла или бумаги, переходящие от человека к человеку, которых можно обменять на еду, одежду или что-то еще. Сегодня нам даже не нужны физические деньги. Технологии продвинулись вперед, а деньги превратились в коды, состоящие из нулей и единиц, которые перемещаются по миру за секунды. Как это произошло? Давайте откроем вместе эволюцию денег. Тысячи лет назад, до того, как появились деньги, существовал бартер, примитивная форма сделки, при которой люди обменивались товарами и услугами. К сожалению, этот метод был ограничен, потому что потребности людей не всегда совпадали. Так что нужно было что-то универсальное. Таким образом, первыми деньгами в истории были не деньги, а какао-бобы, или вино, или соль. Отсюда и термин – салариум, зарплата. Первые признанные деньги были созданы в Лидии, на территории современной Турции. Они были созданы из природного сплава золота и серебра. Бумажные деньги появились только в средние века, где-то около X века, когда китайские торговцы чаем, чтобы не рисковать быть ограбленными при перевозке металлических монет, стали заключать сделки векселями. Итак, первые бумажные деньги были просто ручными расписками, которые доказывали, что собственник имел некоторое количество денег где-то, а именно в банке. Первыми банкирами были орфеври – ремесленники, изготавливавшие золотые и серебряные изделия, и у которых в основном были сейфы, в которых другие люди могли хранить свои активы. Это именно то, чем сегодня занимаются банки. Что такое банк? Ну, это довольно простая концепция, где, с одной стороны, Василий идет в банк, чтобы открыть депозит, а с другой стороны, у нас есть луминица, которая хочет кредит, чтобы открыть кондитерскую. Банк сужает луминицы деньги, которые только что вложил Василий, и все довольны. В наше время кредиты – это цифры в компьютере. Банк хочет выдать как можно больше кредитов, потому что каждый кредит дает проценты, а проценты равны деньгам. Кредиты позволяют людям покупать вещи, которые они иначе не могли бы себе позволить – дом, машину. А в это время экономика растет. Просто за любым экономическим ростом, основанным на кредитах, сразу последует падение. Не потому, что это финансовое правило, это просто человеческая природа. Если кредиты чрезмерны и необоснованы, то может произойти серьезный финансовый кризис, как в 2008 году. Такие кризисы почти неизбежны. К счастью, кажется, что такие крупные кризисы случаются примерно раз в 70 лет. Как нам разбогатеть? Ну, во-первых, мы должны изменить свое отношение к деньгам. Если вы хотите научиться этому, вам нужно различать активы и пассивы. Активы – это вещи, которые кладут деньги в ваш карман. А пассивы забирают их. Если вы помните об этом, это здорово. Богатые люди покупают активы. Например, если вы покупаете автомобиль, пока он производит только расходы, это пассив. То есть он всегда тратит деньги из вашего кармана. На техосмотры, на топливо, на ремонт и прочее. Если вместо этого на этой же машине вы будете работать, и это принесет вам деньги, например, будете возить мебель за деньги или возить людей, то она становится активом. Перейдем к истории самого популярного сейчас способа оплаты. А именно карты. История банковских карт начинается в 1900-х годах. Первая современная банковская карта была выпущена в 1949 году компанией в настоящее время Visa и MasterCard. Эта карта была создана исключительно для расчетов в 27 известных ресторанах Нью-Йорка. К 1951 году держателями этих банковских карт было около 20 тысяч счастливчиков. Хотя в 1952 году карта Дайнерс Клаб принималась почти в 700 заведениях, создатель карты бизнесмен Фрэнк Макнамара посчитал, что эти банковские карты стали бесполезными и продал свою долю в компании за 200 тысяч долларов. На данный момент, в зависимости от того, кому принадлежат деньги, существует три вида банковских карт. Дебетовые карты, где деньги принадлежат владельцу карты. Дебетовые карты с овердрафтом, где средства принадлежат владельцу, но есть и кредитный лимит, предоставляемый банком. Кредитные карты, где деньги принадлежат банку. Банки в Молдове предлагают банковские карты Мастеркард и Виза. Эти два учреждения в настоящее время являются крупнейшими обработчиками электронных платежей. Самым большим преимуществом карты является тот факт, что у вас есть доступ к деньгам в любое время. Оплачивать покупки или снимать деньги в банкомате можно 24 часа в сутки. Конечно, при наличии достаточного количества средств на счете, к которому привязана карта. Это аспект, о котором мы всегда должны помнить при работе с приложением на своем телефоне. Иметь личную карту с точки зрения безопасности проще, чем держать все деньги при себе. Однако есть некоторые детали, на которые следует обратить пристальное внимание. Никому не сообщай пин-код от карты и храни его в секретном месте, отдельно от карты. Покупки в интернете желательно совершать при сопровождении взрослого, и для их осуществления необходимо хорошо знать элементы защиты своей карты. Эти данные никому не передаются и тем более не могут быть размещены в социальных сетях. Теперь ты готов использовать свою личную карту. Сама Продолжение следует...